Ну, надо к этому спокойно относиться. Итак, сейчас мы перейдем к некой конкретной модели, которую мы придумали несколько лет назад. Вот ровно про то, что я рассказывал и Татьяна рассказывала. На самом деле мы говорили немножко на разных языках об одном и том же. Итак, я вот напомню, что вот шпильки в том, что я сейчас буду говорить, играют важную роль. Значит, на РНК участок 1 может схватиться с участком 2. Ну, вот по правилу ЦГ, ГЦ, АТ, ТА. Ну, вот сейчас очень важный слайд. Пока у нас было два принципиально важных слайда. Вот тот, где показано РНК ползет, РНК полимераза ползет, делает из ДНК РНК, рибосома ползет, делает из РНК белковую цепь. Вот это первое, вот как бы отдельно взятое, наиболее важное, наиболее важный слайд. И вот это второй, наиболее важный слайд. Ну, вот тот трудно, ну, как бы, трудно усвоить. Он много, тот слайд, много в себя вбирал. Ну, надеюсь, сейчас стало легче. И вот этот слайд трудно освоить, но если с ним повозиться, подумать, то вот, то я думаю, что можно. Так вот, давайте посмотрим на этот слайд. Значит, вот это, как всегда, вот эта полужирная черная линия, это вот хранилищ информации, ДНК. На ней лежит некоторый ген ТРПЕ. Вот он таким прямоугольничком, который не закончился, не закончен справа, потому что ген идет туда, он вправо. Он показан, этот ген ТРПЕ. А вот это вот, то, что идет перед этим геном. То, что идет перед геном, называется часто межгенная или иногда говорят регуляторная область. Потому что то, что идет перед геном, оно предназначено на то, чтобы включать или выключать работу вот этого гена. Вот в данном случае ТРПЕ. Значит, вот тут вот находится то, что включает или выключает его работу. ТРПЕ. Что же это такое? Прежде всего, перед ним лежит, в свою очередь, некоторый вспомогательный ген. Он, конечно, выглядит как совершенно такой нормальный, только коротенький совсем ген. Он, как и положено гену, начинается с старт кадона АТГ, кончается на стоп кадоне, ну вот ТГА, например. Ну, он довольно короткий. Ну, его длина, как и положено, у любого гена кратно-трем. И каждая тройка, или вот ее Татьяна называла триплет, а я называю кадон. Ну, можно и так, и так называть. Ну, я вот кадон почитаю. Кодирует свою аминокислоту. Это все было, это надо теперь уже вспомнить. Ну, вот, например, где-то тут есть аминокислота ТГГ, потом еще какая-то, еще какая-то. Может повторяться ТГГ, 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 там несколько раз. Ну, вот, эти повторяющиеся кадоны, они как раз регулируют то, что производится с помощью гена ТРПЕ. Вот сейчас начинается такая нетривиальная материя. Надо всем вообще напрячься. И потом, может быть, спросить меня. Ну, напрячься. Значит, ген ТРПЕ, если его считать сам по себе, он просто, ну, некий трек на музыкальной пластинке. Некоторая информация. Вот если считать эту информацию, то получится, в конце концов, фермент, который произведет триптофан. То есть, ну, хотя и отдаленный, но все-таки продукт этого гена – это триптофан. Но триптофан, он одновременно является аминокислотой. Одной из тех двадцати. Вот помните, мы говорили, что всякая белковая цепь состоит из двадцати аминокислот. И одна из этих аминокислот – это триптофан. Вот тут начинаются такие, так сказать, циклы, закрученность такая. Значит, вот этот ген производит то, а именно триптофан, что вместе с другими аминокислотами составляют белок. Ну, эти аминокислоты, их тоже надо произвести. Они сами по себе не содержатся, как готовый склад аминокислот. Такого нет. Так вот, эта аминокислота, она имеет свой кадон. Тот кадон, который при чтении вот этого кадона ТГГ, нужно подцепить вместо ТГГ в белковую цепь. Подцепить триптофанчик. Ну, триптофан, то есть вот эту аминокислоту. Одну из двадцати. А кто подставляет вместо ТГГ аминокислоту? Ну-ка, ответьте мне кто-нибудь. Кто? Ну, кто делает белковую цепь, и при делании белковой цепи из кадона ТГГ, для кадона ТГГ, видя ТГГ, подцепляет триптофан. Кто? Рибосома. Рибосома. Совершенно верно, рибосома. Только здесь у нас РНК нарисовано как бы совместно с ДНК. Ну, потому что ведь РНК – это копия ДНК. Они на самом деле могут рисоваться как одна черта. Так вот, еще раз. Вот такая нетривиальная картина. Ну, чем-то напоминающая всю логику, которая занимается тем, что что-то само на себя ссылается. Лжец говорит «я лгу». Ну, кто занимался логикой, слышали такие прибаутки, ну, так сказать, детские, которыми пытаются завлечь на логику. Так вот, еще раз. Значит, есть ген ТРПЕ. Сам по себе он просто участок. Один участок в хранилище информации, в ДНК. Продуктом конечным, ну, сравнительно далеким, но все-таки продуктом этого гена является аминокислота. Одна из тех двадцати букв, а именно та буква, которая называется триптофан. Эта буква при производстве из кадонов, то есть из четырехбуквенного алфавита, при переходе от четырехбуквенного алфавита к двадцатибуквенному, тем такой переход осуществляется рибосомой. А вот на ТГГ кадоне как раз этот самый триптофан и поцепляться должен. Итак, что же происходит? Вот сначала по ДНК идет полимераза. Вот она кружочком нарисована и подписана пол. Ну, от слова полимераза ясное дело. Эта полимераза движется по ДНК, ну, начиная с какого-то там промотора. Промотор где-то там слева, он не нарисован. Откуда-то она пришла сюда, эта полимераза. Неважно откуда, слева откуда-то. Вот она движется по ДНК и делает копию этого участка ДНК. Но эта копия показана той же полужирной черной чертой. Потому что она же копия, то же самое. И на этой копии есть свой вспомогательный ген. Вот он находится от этой вот точечки жирной до этой точечки жирной. И этот ген уже читается как бы на РНК. Кем? Рибосомы. ТГГ требует, чтобы сделать очередной шаг в белковой цепи, требует чего? Продукта этого гена. То есть трептофана. Значит, вот если вот на этот кусочек, который прошла уже полимераза, подцепилась рибосома. Вы помните, что рибосома подцепляется вслед за полимеразой. На то, что скопировала полимераза. Вот рибосома и подцепилась вслед за нею. И вот рибосома идет, и она каждый кадон переводит свою букву в 20-ти буквенном алфавите. И вот ТГГ, тройку, кадон, триплет, как угодно назови, она переводит в трипрофан. Но трипрофан должен быть в клетке, в цитоплазме. Его же нет какого-то бесконечного запаса. Значит, что произойдет, когда вот рибосома вот на этом вспомогательном гене, когда рибосома на этом вспомогательном гене придет на триптофановые кадоны. Что значит слово триптофановые кадоны? Это кадоны, которые при переводе в белковую цепь требуют триптофан. То есть вот они, эти кадоны, ТГГ. Когда рибосома придет на ТГГ, она требует триптофан. Зачем требует? Чтобы сделать очередной шаг, сдвинуться вперед, нарастить белковую цепь. Кем нарастить? Триптофаном. Так вот, если триптофана много, то рибосома идет вот по триптофановым кадонам как? Быстро или медленно? Ну, давайте, кто-нибудь, дерзайте. А то я стараюсь изо всех сил. Полагаю, что быстро. Как идет? Полагаю, что быстро. Да, быстро. Ну, это очень естественно. Вот она имеет что-то быстро или медленно. Это, конечно, понятие относительное. Но рибосома имеет некую нормативную скорость. У нее скорость движения, ну, в общем, есть некая, сейчас не будем говорить цифры. В общем, у нее есть некая стандартная скорость движения. Есть ли того, что нужно подцеплять вместо регуляторного квадона в избытке? Вот она видит ТГГ, а триптофана много. Она подцепляет на белковую цепь триптофан, но как бы заменяет кадон ТГГ на триптофан. Потом встает на следующий ТГГ. Опять триптофана много. Она же израсходовала один триптофан. Там вообще счет идет на штуки. Но триптофана, кстати, еще много. Она следующий триптофан подцепит и сдвинется опять вперед. И следующий кадон снова ТГГ. А триптофана по-прежнему много. Ну, и она третий триптофан подцепит. И быстренько она пройдет вот эти регуляторные кадоны. Пройдет там несколько подряд ТГГ. Ну, а что будет, если продукта этого гена ТРПЕ мало? То есть триптофана мало. Триптофана пришла на первый кадон и маленечко подождала. Но все-таки хоть там триптофанчик один нашелся. Она его подцепила на белковую цепь вместо ТГГ, сдвинулась. А с нее опять требует ТГГ, снова требует триптофан. То есть запрос на триптофан – это кадон, на который она встала. Она снова встала на ТГГ. И, значит, требуется снова подцепить триптофан. А триптофана все меньше. Вообще же все молекулы распадаются. Ну, по общему закону жизни. Все распадается, ничто не вечно под Луной. Но также и вне Луны. Вот. Значит, тогда, ну, все-таки нашелся и второй триптофанчик. Она его подцепила. И перескочила дальше, на следующий кадон, на третий. Но опять она видит, кто она, репосома. Видит, что опять это ТГГ. Значит, ей нужно опять подцепить триптофан. Но она сама не делает соответствующих аминокислот. И, в частности, не делает сама триптофан. Она ждет триптофана с этаплазмы. А триптофана совсем не осталось. Совсем ерунда. И она стоит на каком-то из этих вот кадонов. Так вот, значит, больше или меньше есть продукции вот этого гена ТРПЕ. Это как сказывается на движении рибосомы? Как сказывается? Вот я хочу, чтобы кто-то из вас повторил. Ну, пожалуйста, кто-то попробуйте, а повторите. Значит, если продукта ТРПЕ, то есть триптофана много, то что будет? Ну, слушаю. Рибосома будет быстро двигаться? Рибосома не вообще быстро двигаться. Она будет с нормативной скоростью. Ну, вот быстро – это значит такая ее стандартная скорость. Там вот как у автомобиля, ну, там не знаю сколько. Скажем, на этой дороге 100 км в час. Вот она и будет двигаться. Вот она с нормативной скоростью пройдет все какие кадоны? Триптофановые. Ну, а для прочих кадонов мы считаем, что нужных для прочих кадонов аминокислот в избытке. Вот так мы принимаем. Тогда она быстренько пройдет от старта до стопа и на стопе соскочит. Это будет один исход. Это будет исход, который соответствует чему? Я думаю, что трриптофана много. Но если трриптофана много, давайте подумаем. В другой случае мы еще вернемся. Пока о первом случае я разговариваю. Но что значит, что трриптофана много? Значит, нужно, как вы думаете, вот вы такой творец. Страшно сказать «бог», но творец. Вот вы создаете все это. Но вот если трриптофана много, то творец скажет «надо в следующий раз читать этот ген». Скажите мне кто-нибудь. Наверное, нет. Нет. Потому что его смысл чтения этого гена – это произвести фермент, который сделает трриптофан. Ну, трриптофана и так хватает. А в клетке мало места. И мало всего. Она крошечная. Она не может просто так делать, как вот даже заводы. Была такая шутка, что кто-то там распался от того, что танки заняли столь огромную площадь, что уже вновь производимые не помещались. Места просто не было. Ну, и вот наступил конец. Ну, ясно, здравый смысл говорит, что нельзя все время производить и производить трриптофан. Вся клетка забьется трриптофаном. А ей там надо еще много чего делать, кроме производства трриптофаном. Значит, если трриптофана много, то этот ген читать не нужно. И при этом рибосома быстро пройдет. Потому что трриптофана-то много. И все эти кадоны ТГГ быстро будут пройдены. И нужно, чтобы, когда она быстро пройдет, она как-то так, вот как-то, это я скажу еще как, она как-то так свалила полимеразу. Свалила полимеразу с ДНК, ту, которая впереди едет. Это вот две машины, которые едут на шоссе двух за дружкой. Тут ничего такого не надо воображать очень умного. Ну да, да. Так вот, сейчас мы объясним механизм, что если трриптофана много, то есть ТРПЕ читать не надо, то рибосома пройдет быстро все трриптофановые кадоны. И потому что она пройдет быстро, она зацепит эту полимеразу таким крючком сзади, ее свалит, и тем самым полимераза не дойдет до ТРПЕ, и ген ТРПЕ не будет прочтен. И значит новый трриптофан не образуется. Вот всем понятно, это первая картина, которую я пытался нарисовать. Теперь второй случай. Если трриптофана много, тогда нужно что делать с этим ТРПЕ? С этим геном ТРПЕ? Ну, говорите кто-нибудь. Ну, противоположно тому, что было. Если его много, то надо его не читать, потому что тогда новый трриптофан произведется. Зачем? А если трриптофана мало, то что нужно с этим геном делать? Ну, наоборот, читать. Его надо читать. А чтобы его читать, кто его читает? Полимераза. Значит, полимеразу надо не срывать. То есть полимеразу надо отпустить спокойное плавание. Она будет ехать, 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 и прочтет автоматически то, что перед ней. А именно ТРПЕ. И образуется новый трриптофан. А если трриптофана мало, то что произойдет с рибосомой? Она будет стоять на одном из трриптофановых кодонов. Итак, нужно придумать такой механизм, что если рибосома стоит на каком-нибудь из ТГГ, то она не цепляет полимеразу, и та читает ТРПЕ. Если же, наоборот, трриптофана много, то рибосома быстро проходит все ТГГ, и вообще весь это от старта до стопа. И она цепляет полимеразу и сваливает. Значит, вот надо на бумажке записать. Значит, итак, нам нужно, теперь мы пришли к тому, что нам нужно две ситуации. Рибосома быстро проходит от старта до стопа, тогда она должна свалить полимеразу. Она медленно идет, ну или вообще стоит от старта до стопа, вот на этом кусочке. Это другие старты стоп, не те, которые в ТРПЕ генят. Там свои старты стоп. А если она медленно идет или стоит тут, тогда она должна не цеплять. И какой же механизм это обеспечивает? Вот между концом носа рибосомы, это Х, ну конец рибосомы, то есть слева направо считать, ну конец, да. И началом полимеразы Y, имеется вот этот кусочек. Этот кусочек как следует назвать? Это ДНК или уже РНК? Ну скажите мне. РНК уже? РНК. Потому что этот кусочек полимераза-то уже прошла. То есть этот кусочек ДНК, благодаря полимеразе, в этом ее речь, в этом ее роль, этот кусочек уже превратился в РНК. То есть вот на этом кусочке, на отрезке от X до Y, это РНК, на этом участке могут образовываться шпильки. И вот заранее природа заготовила четыре плеча. Один, два, три, четыре плеча. То есть четыре участка на ДНК, но они переходят и на РНК. Это же буквальное копирование от ДНК к РНК. То есть на ДНК и на РНК есть четыре плеча. Один, два, три, четыре. Так вот сцепиться может один с два, и это будет шпилька один-два. И тогда три и четыре будут свободны. И они между собой сцепятся. То есть может быть такая комбинация на участке от X до Y. Один с два плечи образовали шпильку. Ну шпилька иногда говорят спираль, это синонимы. Образовали шпильку. И три-четыре образовали шпильку. А такая ситуация может быть так, что два и три сцепятся между собой. Но если два и три сцепятся между собой, тогда, конечно, один с два сцепиться не может. И три с четыре сцепиться не может. Потому что нуклеотид, который сидит в два, он либо на три может пойти, либо на один может пойти. Нуклеотид не может спариться сразу в две стороны. И влево, и вправо. Значит, либо нуклеотиды в два схватятся с нуклеотидами в три, с три, в три, а один и четыре им не с кем сцепляться. Значит, и будет тогда какая комбинация? Два-три. Либо будет комбинация другая. Один-два плюс три-четыре. Когда образуется комбинация один-два-три-четыре? Ну, если рибосома быстро прошла и свалилась, тогда все эти четыре плеча свободны. Никто на них не стоит. И тогда схватятся два и три-четыре. И тогда шпилька, которая три-четыре, она будет близко к полимеразе расположена. И шпилька, расположенная близко к полимеразе, как крючком ее стягивает с ДНК. И чтения не будет. Что нам как раз и нужно. Если рибосома быстро прошла, то мы и хотим, чтобы полимераза скачала. А если она стоит на ТГГ каком-то, она своим телом закрывает один, закрывает плечо один. И нуклеотиды, которые в один, они физически, вот на них сидит такая туша кита. Это рибосома. И они не могут сцепиться с два. Тогда один с два сцепиться не могут. Тогда два с три сцепляются. А от рис, я далеко от полимеразы. Далеко от полимеразы. Да, да, от полимеразы. И раз далеко они сидят от полимеразы, то полимеразу у них нет сил скинуть. И полимераза пойдет дальше и прочтет. Это как раз вот зависимость в ту сторону, какая нам нужна. Если рибосома стоит на трептофановых аддонах, то мы хотим, чтобы полимераза пошла дольше. И, соответственно, с этим два-три и образуется. А три-четыре, которые близко к полимеразе и могут схватить шпилька к три-четыре, которая близка к полимеразе и может ее стянуть, она не образуется. Значит, ну а два-три не может ее схватить. Вот такой механизм. Ну, у кого есть вопросы? Вот здесь то же самое нарисовано. Вот рибосома либо стоит на УГГ, УГГ это то, что там было нарисовано ТГГ, потому что Т заменяется на У. Ну, Т и У одно и то же. Так что вот это вот здесь стоит ТГГ, ТГГ. И вот под этой тушей лежит плечо один. И вот два и три схватились. А плечо четыре вот тут лежит где-то. Ну, а полимераза находится где-то вот тут вот. Но она не нарисована тут. И в этом случае два-три далеко от полимеразы. И полимераза пошла дальше. Шпилька два-три называется анти-терминатор. То есть терминатор – это то, что сваливает. А анти-терминатор – это то, что не сваливает. То есть шпилька два-три анти-терминатор не сваливает полимеразу. И полимераза читает РПЕ. И очередной трептофан рождается. Ну, а если рибосома быстро прошла и соскочила, как ей положено, на стоп-кадони, то тогда все плечи освободились. Плечо один с два схватилось, а три с четыре схватилось. Вот такая вторичная структура называется терминатор. Потому что образуется три-четыре, которая близка к полимеразе. Вот полимераза вот тут находится. И три-четыре стянули эту полимеразу с ДНК. Ну и ТРМЕ, ген, не читается. И трептофан не образуется. Ну вот эта картина, ну, как сказать, сложная она или не сложная, я уж не знаю. Работа двигателя внутреннего сгорания тоже сложная. Это не сложнее. Вот какие по-нибудь вопросы? Ну, давайте, напрягитесь, поскольку вот это нужно переварить. Ну, тот, кто это переварит, вот тот слайд и вот этот. То он какой-то что узнает. Ну, слушай. Какой слайд показывает? Тот, вот этот или вот этот? Ну, давайте вот этот. Вот этот. Может, такое быть, что вот. Вот, да. Трептофана много, рибосома достаточно быстро движется, но пока она на участке один находится, участки 2 и 3 уже между собой схватились. И, ну, там, потом, когда рибосома... Соскочит, то они расцепятся. Соскочит, да. Они обязательно расцепятся. Очень умный вопрос. Если даже 2 и 3 уже сцепились, то 1, 2 плюс 3, 4 – это энергетически более выгодная комбинация. Я понятно произнес слова? Ну, это слова из школьного курса физики. Бывает, вот лежать шарику на дне чашки, на самом дне чашки, это энергетически выгоднее, чем лежать на стенке. Ну, как мы знаем, шарики и не лежат на стенке. Ну, есть только это не капля воды, к которой приклеилась. Тяжелый шарик и пологая чашка. Почему этот шарик не лежит на стенке, а лежит на самом дне чашки? Потому что энергетически более выгодно лежать на самом дне. Так вот, комбинация, вторичная структура в виде шпилек 1, 2 плюс 3, 4 – выгоднее, чем 2-3. Ну, и она образовалась. Ну, один-то занято тушей рибосомы. Поэтому, ну, как говорится, делать нечего. Понимаете? Если у чашки дно, ну, в общем, аналогии уж вы сами можете тут придумывать. Да, да, понятно. Есть еще вопросы? Ну, давайте, давайте. Хоть какой-нибудь, любой вопрос, все равно мне приятно, а вам полезно. Таня, ты вот, там вот я чувствую, что ты читала, там разные, серьезные книжки по молекулярной биологии из твоего доклада. Ты вот это вот про такое прочла уже или нет? Ты меня слышишь? Я читала, что именно про транскрипцию, трансляцию, про рибосомы, а вот конкретно про это нет. Ну вот, но я понятно рассказал, что здесь происходит или нет? Да, понятно. Ну вот это называется, вот это вот явление, механизм, называется регуляция экспрессии трептофана. Надо эти слова переварить. Вот есть ген ТРПЕ, когда он транскрибируется, то есть транскрипция идет, а потом трансляция, то это его экспрессия, экспрессия ТРПЕ. Так вот экспрессию ТРПЕ и тем самым количество продукта ТРПЕ, то есть количество трептофана, можно регулировать за счет чего? За счет того, что перед геном ТРПЕ он называется основным или структурным, структурный ген. Располагается маленький ген, его даже можно назвать генчик, ну так, ну это просто настоящее, ну по виду он как ген настоящий, но крозенький. И он не нужен для какого-то смыслового дела, а нужен только для организации вот такой регуляции. И сочетание движения полимеразы с движением рибосомы по вот этому вот вспомогательному, он называется лидерный ген. Ну лидер, потому что он перед ТРПЕ. Ну или если угодно, он не перед, я извиняюсь, он сзади ТРПЕ, но он, так сказать, ну первые по ходу, первые по ходу, рибосомы и полимеразы движутся слева направо, значит они сначала проходят вот этот маленький генчик, а потом настоящий структурный ген. Так вот, это вот лидерный ген, а вот это вот структурный ген. Так вот, такое вот сочетание работы рибосомы и полимеразы обеспечивает регуляцию, а именно, что либо, если трептофана много, то экспрессия ТРПЕ не нужна и нету ее, а если трептофана мало, то экспрессия ТРПЕ идет и трептофан добавляется. Трептофан вообще вырабатывается внутри клетки, но клетка хочет его вырабатывать не больше и не меньше некоторого желательного константного количества. И вот, чтобы это обеспечить, константное количество, но ведь трептофан, кроме того, и распадается, ну и расходуется, включаясь в разные белки. Так что его надо время от времени подкачивать количество трептофана. Вот это подкачивание количества трептофана по мере его убывания вот обеспечивается таким довольно хитрым механизмом. И этот механизм называется аттенюаторная регуляция. Аттенюаторная регуляция. Вот наша первая математическая модель будет про математическое описание и математические проблемы вокруг аттенюаторной регуляции. Ну, то есть, вокруг регуляции экспрессии ТРПЕ гена, то есть регуляции количества трептофана в клетке. Ну, это дело очень важное. Ну, как говорится, такой начинающий человек скажет, а я хочу такую модель, которую бы сразу весь мир объяснило. Все на свете. А тут подумаешь, какую-то такую мелочевку они объясняют, как регулируется количество трептофана. Подумаешь, у нас аминокислот 20 штук, и каждую надо регулировать. Да? Да. Можно сказать, что это маленький-маленький кусочек от жизни клетки. Но, тем не менее, вот этот кусочек мы собираемся описать моделью. Я ее как бы содержательно уже рассказал. А дальше буду рассказывать ее же математически. Ну, это тоже великое достижение. Но, по крайней мере, это очень такая известная статья наша про это. еще раз. Есть ли какие-нибудь вопросы или замечания, или высказывания? правильно я поняла, что аттенюаторная регуляция как бы по сути это функция регулирования трептофана, да? Аттенюаторная регуляция это есть только не слово функция, ну, можно... Это аттенюаторная регуляция, это она, это есть регуляция, ну, можно сказать, функция, если функция означает регуляцию. регуляция количества трептофана в клетке. Поняла. То есть регуляция экспрессии соответствующего именно терапия гена, того гена, который специально создан природой, ну, или Богом, я прошу прощения, я никого не агитирую, ни за, ни против божественных сил, но, так, который был создан для того, чтобы, который кодирует создание трептофана, ну, то есть по-простому кодирует трептофан, да? В точности вы сказали, что, наверное. Ну, еще кто-нибудь, что, скажите какие-нибудь слова, хотя бы повторяя. Ой, убьешься тут с этими лекциями. Ну, ладно. Что, никто ничего не скажет? Ну, давайте чуть-чуть еще подумаем. Значит, вот я сейчас уже заканчиваю. Итак, какие же тут есть действующие лица в той картине, которую я рассказал? Есть три действующих лица, ну, как в театре. Три актера. Есть актер-полимераз. Что вообще с ней, в принципе, может происходить? Она кодирует ДНК, ну, участок ДНК, в РНК. побуквенно. Ну, что здесь может с полимераз произойти? Она может скодировать один нуклеотид. То есть, что при этом произойдет? Она сдвинется вперед, слева, направо. Насколько сдвинется? На один нуклеотид, естественно. А наш каждый нуклеотид кодирует, ну, грубо говоря, самого себя. и грубо говоря, и точно говоря, самого себя. Ну, движется она вперед, ну, то есть, слева направо. Или что еще с ней может быть с полимеразой? Она может стоять на месте. Ну, можно спросить, а почему она может будет стоять на месте? Ну, это более сложный вопрос. Например, ее начинает сзади тянуть, но еще не сорвало, но тянет вот эта вот шпилька, которая сзади ее к крючочкам подтягивает назад за хвост. Она как бы ждет, что будет дальше. Вот это натяжение ее со стороны шпильки, которая сзади. То ли оно ослабнет, то ли она будет ее тянуть, не даст ей сорвать. Она вот стоит, ну, стоит, слово, можно сказать, ждет. Ей, она просто соскочит. Ну, то есть, ДНК, ТРНК отцепится, и тогда чтение ТРПЕ не состоится. Вообще, вот соскочить, это в существе означает, что если она ждет более-менее, долго, то она и соскочит. То есть, если ее придерживают более-менее долго сзади вот эта шпилька 3-4, то она и соскочит. Это, что может случиться с полимеразом. с полимеразом. Что может случиться с рибосомой? Рибосома считает не по-буквенно, а по-кодонно. То есть, она, кодон превращает в аминокислотную букву. ТГГ превращает или ТГГ, то же самое, УГГ, превращает в трептофан. То есть, она может сдвинуться сразу на три нуклеотида, на один кодон. Кодон, это всегда триплет, три нуклеотида. Или она стоит на месте. А почему она будет стоять на месте? Это более понятно. Потому что она ждет аминокислоту, соответствующую данному кодону. Но если она стоит на трептофановом кодоне, она ждет трептофан. Значит, рибосома либо сдвинется, она будет двигаться, двигаться рибосома пока не дойдет до стопа. Там она свалится. Либо она будет стоять на месте и ждать трептофана. Сколько ждать? Сколько угодно, бесконечно долго. Но когда-нибудь отвалится. Но есть еще третье действующее лицо, третий актер, кроме полимераза и рибосомы. Вот на этом участке между рибосомой и полимеразой уже образовалась РНК. На ней волнуется набор шпилек. То есть буквально как море волнуется из капелек воды, так там волнуются шпильки. Одни развалятся шпильки, другие схватятся, развалятся, схватятся то так, то эдак, то так, то эдак. И в этом случае говорят, что в этом окне от х до у, в этом кусочке между рибосомой и полимеразой, называется окно х, между рибосомой и полимеразой, там вторичная, одна вторичная структура из одного состояния омега перейдет в другое состояние омега-штрих. Ну, может быть, их то же самое. Омега-штрих равно омега. Вот эти три действующих лица, третье действующее лицо, как его назвать? Ну, смена вторичной структуры, как бы тут тут как бы можно сказать, у первого актера есть имя полимераза, у второго актера есть имя рибосома, а у третьего актера какое имя? Море волнуется раз море волнуется два и так далее. Это я шутку говорю. Это смена вторичных структур между рибосомой и полимеразой. Вот мы собираемся математически описать действия и поведение этих трех актеров, это и будет наша модель вот этого самого явления регуляции трептофана, регуляции количества трептофана или регуляции экспрессии гена ТРПЕ. Есть вопрос по этому слайду? Пока понятно вроде. Ну, пожалуйста, скажите тогда, девушка, слушаю. А как шпилька натягивает полимеразу? Это неважно. Ну, это такой вопрос, на который нелегко ответить. Понимаете? Вот вы Платона проходили, Платона проходили, есть мир сущностей, а мы сидим сзади нас костер. Мы сидим в печери, кто философию изучал, должен знать. И вот те вещи отбрасывают тени на стену пещеры. Мы не видим вещей, мы видим тени от них. Ну, переводя это на наш язык, как там конкретно шпилька стягивает, ну, сначала тормозит, а потом натянет совсем резинку и стянет полимеразу, ну, как это происходит в мире, истинном мире вещей, которые вне нашего сознания, вот там, как говорят философы, на самом деле. Ну, это, конечно, там людям не дано знать. Но мы, люди, в своем сознании представляем себя так, что вот шпилька 3-4 тягивает некую такую вот образно говоря, резинку, некую такую химическую связь между 3-4, но 3-4 это же тоже типа, так сказать, химическое образование, тоже некая молекула, вот она взаимодействует с полимеразой, тоже некая молекула, вот у них есть такое некое, так сказать, химическое взаимодействие. Ну, и вот скидывает, а скидывает таким образом, но и мы это описываем формулой, ну, это обычный, это обычный путь описания природы, вы же не знаете, что такое сила, или что такое сила тяготения, но вы знаете, что тяготение по такому-то закону взаимодействие там притягивает земля притягивает спутник по такому-то закону, тело падает на землю по закону тяготения, ну, в школьной физике говорят, но что стоит, какой там, как это конкретно земля притягивает шарик к земле, ну, вот Эйнштейн говорит, что это потому, что пространство кривое от тяготения, но что это значит, что оно кривое, это же просто некий образ, некая тень в пещере от того, что на самом деле, это вещи в их конечном виде, в их окончательном виде от нас скрыты, наверное, навсегда, на то мои люди. ну, вот я так, извините, философски ответил на ваш вопрос, он правильный вопрос, да, так что, не то, что это не важно, ну, может быть, мы больше узнаем про природу химической связи между шпилькой и полимеразой будущее, может быть, но мы что-то и сейчас знаем, ну, вот, это, наверное, важно, почему не важно, да важно, но про это до конца неизвестно, и до конца, наверное, никогда не будет известно. Есть еще вопросы или замечания? Ну, тогда все до следующего раза, да, значит, в понедельник, как всегда. Очень желательно ходить, потому что я все время рассказываю материал, который самому не ухватить, хотя записи лекции выкладываются, первая лекция, все, что я рассказывал, первая и вторая лекция уже выложены, и там даже и больше, третий выложены, и презентации к ним выложены, но я их поправляю время от времени эти презентации, но, тем не менее, они не заменяют живой рассказ, так что желательно ходить всем, даже кто ничего не хочет знать, ну, так оценку всем поставим. Ну, все, до свидания. Спасибо вам большое, до свидания. Спасибо, до свидания. до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. до свидания. До свидания.